Всем респект, братва! С вами Райдер 120 Гигабайт и Господь Свидетель. Я не хотел делать это видео, но у меня горит очко. Я перестал понимать современных геймеров, по крайней мере, в нашей стране. Вот выходит Старфилд, и да, его есть за что ругать. Да, там куча недостатков. Но есть и достоинства, однако наши геймеры хейтят игру направо и налево, орут, что это кал, орут, что тот снова всех поимел, а потом им показывают трейлер Смуты, который выглядит хуже меня с похмельем в утро субботы. И некоторые люди в комментах начинают эту игру оправдывать, писать, что обязательно надо поддержать разрабов рублем. Вообще, учитывая нынешний курс, так себе поддержка. Короче, да, этот ролик будет о игре Смуты, и я расскажу вам, почему не надо делать предзаказ этой игры, и стоит хотя бы дождаться выхода. Ролик будет отличаться от того, что я обычно делаю. Да, я опять расскажу вам все подробности про игру, которую смог найти, как и в предыдущих своих роликах. Однако сейчас это будет не просто информация, а предостережение. Может быть, кому-то я открою глаза. Да, я знаю по своему опыту, если человек дурачок, то ролики на ютубе этого не исправят. Но я все же попробую. Ну а перед этим, как всегда, напомню, если зашел контент, обязательно поставь лайк, подписывайся на канал, помоги этим алгоритмам ютуба, которые в последнее время чуть мне не дают вообще рекомендаций. Помоги им понять, что ролик хороший, если он тебе, конечно, нравится. Ну и самых красивых, уважаемых людей, как всегда, жду у себя в телеге и на твиче. А мы начинаем. Погнали. Хоть и поговаривают, что разработка игры-видеосаж 2020 года анонсирована смута была только в июне 2022-го. То самое время, когда говно бурлило из-за того, что куча разрабов стали сваливать из российского региона. В том числе из РФ ушли и поляки из CD Projekt Red, отчего у многих соотечественников знатно пригорело. Чтобы вы понимали, я тоже не в восторге, что многие издатели ушли из РФ. В этом на самом деле минимум смысла. Многие крупные компании остались, и ничего страшного с ними не происходит. А игры тех, кто свалил, мы всё равно покупаем. Просто с дополнительным геморроем. Я, например, абсолютно без проблем на плате Ру купил себе дополнение Phantom Liberty для Киберпанка. Ну да ладно, сейчас мы не об этом. И вот именно тогда гением из конторы Сайберия нова. Кстати, а почему не Сайбирия, а Сайбирия? А лучше вообще Сибирь нова. А ещё лучше Новая Сибирь! Ахаха, русский дух! А то вот это ваша Сайберия нова, как-то непатриотичненько звучит. Короче, этим хитрым ребятам пришла в голову идея отомстить проклятым полякам и сделать свой ответ ведьмаку. Игру в жанре экшн-рпг, где этих самых поляков надо будет нещадно кромсать. Если кто вдруг не знает, то смутное время или смута это такой период в истории России. В конце 16-го, начало 17-го веков в нашей стране времечко реально было тяжёлое. Куча стихийных бестов, восстаний, внешняя интервенция, русско-польская и русско-шведская войны и другие политические и социально-экономические кризисы. И на самом деле, сделать игру про это время идея вполне себе хорошая. На ум сразу же приходит замечательный Kingdom Come Deliverance, который отлично рассказал нам о чешской истории и сама по себе была хорошей и реалистичной игрой. Она великолепно погружала игрока в свою атмосферу. Поэтому, если кто-то из вас внезапно думает, что я там инагент какой-то, да, и против всего российского, это неправда. Я реально нахожу идею сделать игру по смутному времени отличной. Поэтому поначалу я был заинтригован. Но да, не буду врать, я всегда отношусь скептически к нашим игровым разработкам и разработчикам. И опять же, тут дело не в идейности какой-то, а просто в опыте. Я сам долгое время работал в российском геймдеве, и там много замечательных и талантливых людей, которые реально разбираются и горят играми. Однако деньги таким людям дают крайне редко, и чаще деньги получают всякие сомнительные проекты, настроенные исключительно на прибыль. В таких проектах обычно нет никакой души, есть только желание заработать бабла наиболее быстрым и лёгким путём. Поэтому я скептически относился даже к Atomic Heart, но в итоге она вышла отличной игрой с хорошим геймплеем, драйвовым сюжетом и постановкой, и просто оху***нным саундтреком. Но при этом стоит отметить, что у Atomic Heart были отличные трейлеры вплоть до релиза. А что же нам показывают разработчики смутые? Почему тут я всё ещё скептически настроен? Что же они нам рассказывают об игре? На самом деле довольно много, и если честно, это у меня вызывает даже уважение. Ребятам не занимать смелости и веры в свой проект, уж даже не знаю, зря или не зря. И возможно, именно это и подкупает многих, но бляха-муха это не делает их проект автоматически хорошим, поймите вы это. Давайте обо всём по порядку. Сначала про разработчика. Сайберия Новая, судя по их сайту, были такими разработчиками на заказ, представляли услуги аутсорса и даже полного цикла разработки игры. Но это было всё ещё на заказ. Что же они сделали до смуты? Да ничего они не сделали, никаких собственных игр у компании нету. Да, они пишут, что, мол, мы работали с такими компаниями, как Wargaming, Никита Онлайн, Creative Mobile. Мммм, чувствуете вот этот, ммм, привкус фри-то-плея. Короче, вы должны понимать мой скепсис. Компания аутсорсер впервые взяла сделать игру. Очень внезапно, в, скажем так, горячее время. Но думаете, они просто были вдохновлены и резко решили показать миру, что русский геймдев не стоит на коленях? Ну, как бы не совсем так. И вот сейчас я обращаюсь ко всем этим людям в комментариях, говорящих, что предзаказы это хорошо, что надо поддержать разрабов рублём. Ребята, успокойтесь, разрабов уже отлично рублём поддержали. В мае 2023 года стало известно, что Институт развития интернета выделил 260 миллионов рублей на разработку данной игры. А в июне мы узнали, что на разработку игры выделено уже полмиллиарда рублей. По нынешнему курсу это около 5,5 миллионов долларов. Да, я понимаю, это, конечно, не ААА бюджет, но для первой игры компании этот бюджет весьма неплохой. Плюс, как бы, может быть, ещё бабла выделят, кто знает. Короче, ваша помощь рублём особо-то не нужна. Поверьте, у них есть те, кто им помогает. И вот, короче, для меня всё это выглядит так. Сибиря, новая компания, которая делала игры на заказ и занималась аутсорсом, в виде удобный случай для получения бабла от государства, показывает им «Вот, смотрите, мы делаем патриотично настроенную игру про нашу русскую историю, про смутное время, дайте нам денег» и получает полмиллиарда рублей. Всё это как-то слишком похоже на сомнительный государственный проект, на которых обычно любят попилить бабло. Опять же, я ничего не утверждаю, может быть, каждый рубль идёт в разработку. Давайте же глянем, что там за всё это время разрабатывали, благо роликов в интернете хватает. И вот тут появляются первые вопросики. Глянув на анимации и графику, хочется спросить, а где бюджет-то? Да, я не буду стебаться, как многие утверждают, что игра выглядит, как русы против ящеров, который был сделан на коленке и продаётся за копейки. Нет, игра выглядит, конечно, чуть получше, но я не могу сказать, что намного. Анимации топраны, деталей минимум, мыло на мыле, боёвка. Боёвка выглядит, как кусок недоразумения. Особенно мне нравятся вот эти вылетающие проценты комбо, как в какой-нибудь дешёвомобильной игре. А ещё запомнился замечательный утёкший недавно в интернет-отрывок, где герой, если можно так сказать, сражается с двумя медведями, которые поначалу совсем на него не реагируют, нюхают свои жопки, а потом рваными анимациями начинают его атаковать. Меч героя, кстати, магическим образом материализуется в руке при этом. Короче, если глянуть на то, как игра выглядит, то на ум приходит только одно слово. Ужасно! Но дело даже не только в графике, но и в звуке, например, в одном из показанных разработчиками отрывков. Нету звуков окружения, да и озвучка персонажей, как будто бы из 2010 года. Гришка, поди-ка сюда. Как там моё дело? Нашёл писаря? Ищу, Тимофей Фёдорович. Можешь не волноваться. Смотри, дело тонкое. Лучший нужен, иначе не сносить нам голов. И кто-то из вас скажет, ну ведь игра не допилена. И да, она не допилена. Однако дата её выхода пока что это 26 февраля 2024 года. То есть у разработчиков осталось около 3 месяцев, чтобы допилить вот это. Как вы думаете, получится ли у них? Я думаю, им надо ещё годика 2-3, но тогда игра с подобным посылом может быть уже немножечко не актуальна. Ну да ладно. А что там у нас по геймплею? О нём тоже кое-что известно. Опять же, я хочу выразить респект разработчикам, серьёзно, без шуток, которые сделали эдакий вопрос-ответ и они там ответили на самые популярные вопросы игроков. И вот, судя по этим ответам, нас ждёт ну вообще никакой не Ведьмак. Изначально с Ведьмаком игру сравнивать глуповато, потому что она всё же историческая, а не фэнтезийная. Однако, чтобы вы знали, судя по утёкшему все документы, разрабы вдохновлялись как раз с Ведьмаком, а также серией Assassin's Creed и игрой Ghost of Tsushima. Но что же всё-таки разрабы говорили про эту игру, отвечая на вопросы? И тут снова многих ждали очередные разочарования. Во-первых, в игре не будет открытого мира стандартного его понимания, а будут локации, которые будут такими мини-открытыми мирами. Короче, скорее что-то наподобие Metro Exodus. Ну или, если уж очень вы хотите, то второй части Ведьмака, но никак не третий. Ну хорошо, это не критично, это даже на самом деле может пойти игре на пользу. Однако, это ещё не всё. Игра вроде как позиционируется как экшен-РПГ, вот только, судя по ответам разрабов, как таковой РПГ тут особо-то и нету. Ну, смотрите сами, в игре не будет торговли, там нельзя будет покупать оружие и броню. Игра будет полностью линейной, и там будет одна концовка, никаких сторонних активностей типа охоты и рыбалки в игре не будет. Короче, это вообще не похоже на экшен-РПГ, где тут РПГ, где отыгрыш хоть какой-то. Судя по словам разрабов, нас просто ждёт сюжетная адвенчура в лучшем случае с элементами РПГ. Или даже, боже упаси, слэшер с пока что довольно хреновенько выглядящей боёвкой. Я снова слышу голоса в голове про русов против ящеров, но я им не поддамся. И вот после всего этого многие люди пишут, а чё б не поддержать разрабов рублём? Нормал, заслужили же. На самом деле, конечно, далеко не все настроены так оптимистично. Критики у игры хватает, и я этому очень рад, но я всё ещё вижу тех, кто реально думает, что предзаказывать вот такую игру это хорошая идея. Ну, надо ж поддержать разрабов. Во-первых, напоминаю, что разрабов отлично поддерживают, выделяя нехилые бабосы на проект. Во-вторых, выглядит он крайне грустно и уныло на данный момент, но разрабы уже открыли предзаказы. Кстати, да, купить игру можно будет только в ВК-плее. Ммм, а есть там рефант-то? В-третьих, сами разрабы ничем и никак себя не зарекомендовали, кроме разве что честной демонстрацией того, что игра выглядит отвратительно у себя же в группе ВК, и ответами на вопросы, что игра будет максимально упрощённая по сравнению с современными экшн-рпг. За честность ещё раз респект, но если я вам сделаю ху**овую игру и скажу, ребят, вот, моя игра говно, купите её, плиз. Вы это сделаете только потому, что я честный? Надеюсь, что нет, но если да, обязательно пишите мне в личку, я что-нибудь придумаю. По моему мнению, если разработчик нуждается в дополнительном финансировании именно со стороны игроков, то самым честным тут способом является выпуск игры в раннем доступе за скромные деньги, а не предзаказ. Даже разработчики The Day Before пришли к такому выводу. В целом, я призываю всех своих подписчиков воздержаться в наше время от предзаказов. Это касается не только смуты, но и других проектов, в том числе и крупных ААА игр. А уж если игра вот такая тёмная лошадка, которая выглядит совсем не впечатляюще, я не понимаю, насколько должно быть похрен на свои деньги, чтобы делать предзаказы. И знаете, я, конечно же, могу быть неправ, и возможно, мы получим отличную историческую игру, тогда я первый скажу, что был неправ. Я сразу куплю игру, даже на этом сраном ВК-плей скажу, вот разработчики молодцы, красавцы, сделали кайф, прям молодцы, поцелуй всех. Но всё, что я вижу на данный момент, максимально предостерегает меня от покупки этой игры. Всё, я всё сказал, пишите в комментах, что вы думаете про эту игру, согласны вы со мной или нет, и желательно обоснувайте свою позицию. Я читаю все комментарии всегда. Подписывайтесь на канал, если тут первый раз вам понравился контент, не забывайте ставить лайки, конечно же, приходите к нам в телегу и на Твич, возможно на Твиче мы с вами вместе подстрим эту игру пороплим. Ну а на сегодня это всё, с вами был Мародёр 120 Гигабайт, оставайтесь, пожалуйста, с холодным разумом, жёстких всем респектов, йоу!